итак коллеги мы продолжаем наш сегодняшний день собственно тема доклада мониторинг маркетинговых показателей эльдар забитов тебе слово на всем привет собственно да меня зовут эльдар я сегодня расскажу про тоже про мониторинги но несколько про другую часть про мониторинги которые можно придумывать устанавливать для себя в маркетинге и в продажах собственно поехали первый слайд у нас немножко обо мне я скорее все-таки из мира маркетинга и аналитики я в данный момент руководим маркетингом в бразильской образовательной компании мы продаем онлайн-курсы я руководим маркетингом второе у меня специализация я очень давно строю для бизнесов системы аналитики системы аналитики как маркетинговые так и продаж и все эти и собственно это я говорю к тому что мой доклад он будет несколько не про мониторинги в их классическом понимании а скорее про то что можно придумать и внедрить для улучшения своих продаж окей про что будет сегодняшний доклад наверное основная мысль которую я хочу вложить что мониторинг это классно но еще важнее научить людей работать с ними и следить за ними мы посмотрим с вами на то как понимать в какой зоне нам нужны мониторинги как понимать как на них смотреть и собственно на нескольких примерах мы с вами разберем в различных этапах продажи чего собственно начать как можно просто что-то для себя внедрить и уже использовать зачем это зачем нам так называемые мониторинги в наших с вами нашим с вами маркетинге продаж на самом деле роль мониторингов маркетинге продажи они сильно отличается от мониторингов формной разработки мы хотим с вами обнаружить проблему до того как у нас все может сломаться и также о чем еще будет этот доклад о том что на самом деле зоны для улучшения и зоны где мы с вами можем разместить какие-то мониторинги их можно найти везде окей начнем мы с вами на самом деле наверно с самого верха этом маркетинг я не буду сегодня много рассказывать про какие-то сложные маркетинговые отчеты и так далее к счастью за последние несколько лет аналитика данных маркетинге очень сильно прокачалась многие компании уже сейчас начали считать рой смотрят какие объявления них лучше перформить так далее я постараюсь сосредоточиться на моментах которые по моему опыту встречаются сильно реже хотя их внедрение первое может дать профит второе несложно начнем с вами с анализа сезонности казалось бы все знают что сезонность может влиять на продажи начнем с самого простого дальше будет чуть чуть посложнее все знают что сезонность может так или иначе влиять на продажи как плюс и минус но на самом деле почему-то никто ее не анализирует то есть мы с вами помним например что да елки у нас продаются хорошо в декабре это прекрасно но как понять насколько сильно вы должны ожидать изменений ваших продажах это легко очень легко внедряется у нас с вами есть потрясающий инструмент яндекс вордсад который вам показывает сезонность по тем или иным запросам собственно очень простой пример что с этим можно сделать мы с вами можем наложить данные сезоны по сезонности это у нас здесь с вами синяя линия и в каком-то виде расположить данные продажи для чего это если мы с вами будем анализировать график вот без этой синей линии то есть без сезонности нам с вами может показаться например в сентябре что продажи у нас с вами просили и у нас начался этап стагнации что это может к чему это может привести мы можем начать принимать неверные решения думать что у нас все не очень хорошо и все что идет далее на самом деле если при этом мы проанализируем сезонность мы можем увидеть например что в сентябре у нас действительно просто спал спрос на продукцию и далее до конца года спрос у нас продолжает падать что означает что наша с вами стагнация в продажах на самом деле совсем не стагнация а мы продолжаем мы растем относительно спроса окей с самым простым закончили переходим чуть 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 сложнее я еще лет наверное шесть назад на различных конференциях много рассказывал про то что микроконверсии это очень классно давайте на шаг назад что это такое люди из маркетинга знают что основная проблема того что был у нас с вами реклама суперски оптимизировалась у нас было все хорошо это очень часто нам не хватает данных мы далеко не всегда можем быстро оценить влияние той или иной рекламной кампании на конечные результаты потому что просто конверсии у нас не так много конкретная рекламная кампания может давать пару продаж в день или пару продаж в месяц например это проблема почему призываю я вы можете внедрить промежуточные конверсии назовем их микроконверсии например если вы интернет магазин вам не обязательно пытаться пересчитывать рекламу вплоть до заказа вы можете делать это до добавления корзину или например до посещения страницы доставки о оплате и так далее по логике либо это можно проверить математически скорее всего подобные обращения мы можем расценивать уже как несколько квалифицированные нам для этого нас сильно меньше людей купит чем тех кто посмотрит что-то доставки но когда мы признаем что такая страница действительно является у нас например путь что проходя путь к продаже человек достигает ее это для нас открывает новые горизонты потому что мы получаем сами сильно больше срабатывания конверсии за счет этого мы сильно быстрее накапливаем данные по конкретным компаниям у нас с вами открывается большой раздор для различных организаций нам не нужно много ждать окей переходим к продажам здесь все будет сильно интереснее и сильно больше всего и на самом деле начну свой спичек о продажах я с того что я попрошу расценить отдел продаж также как любую маркетинговую воронку или не маркетингу как воронку продаж в данном докладе я рассмотрел воронку отдела продаж четырех пунктах первое менеджер пришел за рабочее место и начал работать шаг один шаг номер два менеджер получил какой-то звонок на этом и закончу шаг три менеджер поговорил с клиентом как-то и шаг четыре менеджеру закрыл сделку а это просто пример воронки само собой она может быть сколько угодно другая мы можем пытаться углублять ее все дальше и дальше например после того как менеджер поговорил с клиентом мы можем добавить следующие шаги про то про дальнейшую коммуникацию назначил ли он следующий шаг и так далее и так далее или до того как менеджер получил звонок мы можем посмотреть сколько времени он отработал там то и там то я здесь рассматриваю пример и мой основной моя основная идея я вам хочу показать что какую бы воронку вы не придумали это всегда даст вам возможность находить какие-то моменты для оптимизации окей пойдемте к первому шагу менеджер пришел за рабочее место что с этим делать я предлагаю всем внедрять какие-то мониторинги рабочего места например в этом примере это готовый мод для москера и мотинпл сейлс какую информацию мы можем узнать о наших сотрудников мы можем узнать сколько времени они провели непосредственно в работе сколько времени они были вне работы сколько времени они потратили на звонки на ответы в мейлах и так далее зачем нам это опять же для того чтобы пытаться улучшать какие-то процессы внутри нам это поможет определить в первую очередь наша задача не ругать наша главная задача помочь определить тех кому нужна помощь возможно каким-то пользователям трудно работать с системой возможно они не понимают что им нужно звонить возможно они пытаются переписываться такой дешборд нам классно в этом поможет ну и конечно же он также поможет отсеять без денег потому что мы легко определим людей которые работают мало пойдемте дальше следующий блок у нас это менеджер получил звонок что с этим делать ваши менеджеры пользуются какой-то телефоней значит из этой телефоней мы можем достать с вами какие-то данные это внедрить чуточку сложнее но все еще не так сложно для чего это мы с вами сможем посмотреть какое время например у нас много пропущенных вызовов на основании этого можем синхронизировать перерывы или графики работы сотрудников и что прекрасно это откроет для нам для нас какую-то аналитику в рамках которой мы сможем отслеживать наши изменения и как они влияют на конечный результат вот пример отчета птс он выглядит несколько сложным но базово тут очень простые данные в какую неделю сколько было принято звонков сколько было входящих принятых какое было среднее время ожидания какой был процент пропущенных и так далее идея в том что мы пытаемся каждый из процессов обвешивать большим количеством данных чтобы у нас с вами появлялись какие-то мерила эффективности чтобы мы понимали где мы сейчас и понимали на какие факторы мы с вами можем воздействовать и что они нам могут дать окей менеджер у нас поговорил по телефону и мы с этим на этот процесс уже как-то повоздействовали что что происходит дальше собственно дальше происходит непосредственно сам разговор с клиентом и тут наверное самая большая сложность что делать какие-то менеджеры как-то разговаривают конечно можем предраспективно смотреть и видеть что кто-то продает лучше кто-то продает хуже что с этим делать как на это влиять в моменте мы внедряем прослушку почему-то довольно мало компаний это делают хотя на самом деле это очень дешево это не тяжелый труд недорогой для этого всего лишь нужны процессы далее это отличный инструмент для руководителя отдела продаж потому что он дает для него информацию о том как работать с человеком руководитель отдела продаж будет понимать какие у человека слабые зоны сейчас с вами я сначала немного расскажу о том для чего это потом я вам покажу как это делается и как могут выглядеть отчеты это супер инструмент в обучении отдела продаж расскажу когда покажу как это выглядит и также как и все предыдущие она дает нам промежуточные метрики оценки эффективности окей как сделать себе прослушку первостепенно мы с вами с ропом совместно создаем какой-то какую-то большую табличку в которой мы прописываем какие-то важные для нас поинты что мы считаем как как по нашему мнению менеджер должен продавать начиная от того представился ли он по стандарту разговаривал ли он вежливо заканчивая тем а рассказал ли он о какой о каком-то конкретном преимуществе продукта а как он отработал то или иное выражение а задал ли он все вопросы хорошо ли он определил потребность человека и вообще был ли он полезен после этого мы сажаем с вами какого-то человека который например отслушивает по пять звонков в неделю каждого менеджера по продажам он с ними не знаком он не очень понимает что они продают его задача очень простая он условно на основании вот этого пункта он смотрит представился ли менеджер по стандарту и если он представился по стандарту в звонке ставится единичка противном случае ставится нолик получается у нас бесконечная бесконечно длинная табличка где мы видим каждый вызов мы можем легко обратиться конкретному вызову прослушать ее мы знаем кто был менеджер когда это было и собственно какие оценки мы набрали на выходе мы с вами получаем дашборда в рамках которых мы можем следить по конкретному менеджеру как у него меняется его общий балл звонка как у него меняется качество коммуникации заявление потребности презентация презентация продукта возражения то есть какие-то верхние уровневые блоки на каждый из наших и это позволяет нам улучшать работу менеджера далее например как как это делаем мы проб встречается с отделом продаж где они садятся прослушивать какие-то звонки и очень классная методика всем рекомендую внедрить сажаем человека собственно чей был звонок и всю его команду вместе слушаем звонок сначала просим менеджера скажи пожалуйста что на твой взгляд было хорошо он говорит все что было хорошо после этого команда что-то добавляет далее спрашиваем человека что на твой взгляд здесь было плохо он пытается сказать чтобы он исправил далее слушает обратную связь команды таким образом у нас получается небольшой тимбилдинг они общаются они пытаются друг другу помочь и главное они учатся друг от друга ну и самое главное нас наконец-то роут процессе не ретроспективно смотря по итогам месяца кто как продал он появляет у него появляются метрики как оценить работу каждодневную работу менеджера по продаже окей закончили с отчетами по прослушке пойдемте дальше после чего у нас этап когда менеджер закрыл сделку окей что здесь может быть интересного конечно же этот этап внедрить уже чуточку сложнее нужно чуть чуть побольше набить и чуть чуть побольше цифр но мы ретроспективно можем посмотреть где кого какие проблемы на данном случае интересует не просто кто сколько продал это слишком просто это делают все но если мы хотим быть лучше и хотим улучшить что-то мы хотим углубиться например мы можем посмотреть как различные менеджеры продают какие-то категории продуктов или например как быстро разные менеджеры закрывают сделки или как на каком этапе у нас зависают конкретные продукты или какие причины отказа менеджеры получают основная идея мы пытаемся с вами найти какие-то мерил эффективности где мы сможем сравнивать эффективность разных людей это в моем понимании в маркетинге это и есть мониторинг мы определим с вами какую-то норму и от нее можем двигаться далее я покажу пример такого отчета это собственно наш отчет по бразилии где построенный на не смотрите на большое количество таких цифр основная наверное суть здесь количество конверсия в продажу в течение первого дня во второй день за третий день в течение первых трех дней и в течение первых семи дней для чего это например здесь мы видим что паулу и арианная у нас очень круто 13 процентов своих лидов они закрывают в продажу аж первый день у них происходят моментальные продажи это для нас супер аргумент теперь мы можем с вами взять паулу взять рафаэля взять здесь топ-5 и сравнить его с диего энрики и фернанды посмотреть в чем же у них такая большая разница почему же один конвертит 13 процентов лидов первый день а другой только 7 явно они используют какие-то разные методики собственно после этого это опять же большая пища размышлений для размышлений и классная красная кнопка для роба который в дальнейшем понимает с чем ему идти к команде и что ему фиксить как я говорил наша основная задача помочь людям еще раз про воронку мы с вами разобрали такую-то воронку мы с вами придумали сами точно также можно придумать абсолютно любого другого содержания воронку и точно также найти в ней какие-то моменты для улучшения для красоты можно написать здесь сколько у нас менеджер вышло на работу сколько получили звонков и так далее и управлять тем как маркетинговая воронка смотреть что будет если мы здесь что-то пофиксим и там что-то пофиксим окей пойдемте дальше я расскажу еще немного уже такой немножко аналитики следующего уровня то есть классно вот то что я рассказал наверное на мой взгляд это внедрить классно сразу потому что это легко это недорого и это уже мерило эффективности но на самом деле мир аналитики он довольно глубокий и бесконечный и лучше считать все потому что опять же вы везде получите какие-то мерила эффективности и расскажу я про когортный анализ который у нас невероятно популярен в продуктовой аналитике но его очень-очень редко используют в аналитике маркетинга и продаж хотя на самом деле это невероятно классный инструмент который позволяет нам предсказывать пусть в кавычках но все же предсказывает поведение людей и понимать что мы можем сделать чтобы это изменить окей дальше как один из примеров как мы это используем это количество людей которые совершили вторую покупку в 1 2 3 4 5 месяц и так далее и например в начале прошлого года мы поняли что у нас на самом деле мы всегда были уверены что люди покупают курс один раз они чему-то учатся и все но потом увидели что на самом деле у нас там 5 6 процентов людей делают повторную покупку и мы попробовали с этим поработать и сначала прошлого года начали предпринимать различные активности внедрять новые анборде по цепочке внедрять различные коммуникацию про то что лучше покрывать много зон вокруг своей резоны специализации и начали следить кто с этим будет и подобный отчет для нас невероятно классный потому что мы сразу в момент уже в момент внедрения чего-то нового нам не нужно ждать год и чтобы понять а как что-то изменилось мы уже знаем как старая аудитория вела себя обычно на второй месяц или на мы можем соответственно с этим каким-то образом воздействовать давайте теперь я повторю быстренько то о чем мы с вами поговорили процесс непрерывного совершенствования он прекрасен и его можно внедрять повсеместно в каждую из зон и в маркетинге и в продаже и вообще везде мы с вами можем придумывать любые воронки потому что для нас они всего лишь набор процессов которые как-то можно улучшить и наша задача с вами определяет эти воронки и учиться влиять на какие-то промежуточные показатели эффективности которые в дальнейшем приведут к успеху все это что-то из этого выглядит сложно но у базово большин большую часть подобного не очень сложно внедрить здесь главное желание есть поставщики подобных услуг можно внедрять это внутри главное захотеть и понять что из этого вам нужно и главное обучив людей смотреть на цифры мы поможем им становиться лучше что впоследствии даст большой профи для нас у меня на самом деле все спасибо большое если есть какие-то вопросы я готов на них ответить да коллеги вопрос у нас есть только один сейчас я его выведу на экран так и собственно мы сможем на него ответить вопрос правда конечно же шуточный имена же были изменены для доклада самый важный момент нет нет ну что ж все произошла утечка персональных данных ребят ну если кому-то интересно узнать эффективность родригес антони как бы я думаю он не против да как самый настоящий родригес он сто процентов должен быть не против ну что ж собственно я предлагаю потихонечку заканчивать и переходить к следующему докладу дар спасибо тебе большое тема классная тема очень интересная опять же специфика бразильского рынка это действительно прикольно изучать и очень интересно слушать ну собственно я предлагаю уходить на небольшой перерыв после которого у нас будет следующий докладчик это будет елизавета пузына я уточнил я правильно поставил ударение и собственно правильно зачитал доклад это будет доклад на тему мониторинг по real-time данным что это и зачем оно нужно собственно увидимся через минуту